Более двух лет тамбовчанин добивался тепла в своей квартире. Житель дома на улице Пензенская 67-12 прошел все инстанции. Последний был суд. Иск восстановить теплоснабжение за счет управляющей компании отклонили. Но решить проблему удалось за несколько дней и причем мирным путем. Как это произошло, увидела Людмила Войтович. Уже третий сезон в квартире этой семьи температура не достигает минимальных показателей нормы. На градуснике плюс 16. Каждую зиму здесь ведут борьбу с плесенью. Когда потекут стены, например, в углы, мы ставим ветерок. Сюда ветерок ставим, обсушиваем. Этим ветерком прогревают углы, чтобы не отходили обои. Каждый сезон после промерзания стен делали ремонт. Обрабатывали от плесени. Виктор Анатольевич перенес серьезную болезнь. Переохлаждаться нельзя. Так и греемся потихоньку. Замерзают здесь с конца 2015 года. Тогда же обратились в управляющую компанию Тамбовский жилищный стандарт. На что пришли мастер, пришли слесарь, составили акт. То, что у нас температура 14-16 градусов. На что есть все документы. Но меры принимать не стали. Отсюда началась цепочка инстанций. Жилищный надзор, депутат Гордумы, контрольный комитет, народный фронт и уполномоченный по правам человека. Между походами по кабинетам одевался потеплее. Направлял письма и ждал. Куда только я обращался. Никто не может мне, ничем не помочь. Я надеялся на суд. Это как наш суд. Это должно быть все ясно. Даже в областном суде, ну там 2-3 минуты. Все, решение принято правильно. Ну как суд может принять такое решение, чтобы я жил в холле? Впрочем, оплатить ремонт стояка Виктор Анатольевич теперь и сам готов. Лишь бы было тепло. Суд присудил управляющей компанией выплатить компенсацию в 120 тысяч рублей за порчу имущества и моральный вред. Но тепло от этого не стало. В данном квартире проходят 4 контура. 4 контура стояков. То есть стояков 8, а контуров 4. Не может быть забиты все. Какой-то контур, но должен работать. Супруги уже собирают вещи. Придется переехать и потеснить детей. Мне внук сегодня говорит, дедушка, приезжай, будешь со мной на раскладушку ночевать. Но переезжать не пришлось. Через несколько дней после съемок в квартире все же стало тепло. А в гости наведался главный инженер управляющей компании. Я не поверил своим глазам. У нас батареи такие сроды не были. Сегодня в 7 часов я выхожу, ваши слесаря уже там. Владимир Анатольевич не может сдержать восторга и приглашает гостя оценить теплоту батарей. Я работала в 93-е годы. Сейчас она с 90-го плывая. Ну хорошо. Видите, значит не зря работает. Это я приехал и вообще удивился. Главный инженер пояснил, что тепло стало после улучшения параметров теплоснабжения на вводе в дом. Увеличилось давление в трубах. По словам главного инженера, это благодаря проведенному в этом году капитальному ремонту магистральных теплосетей. Скажите, а Виктор Анатольевич, может быть уверен, что у него весь сезон будет вот так тепло? Мне бы тоже очень хотелось, чтобы у Виктора Александровича все было хорошо в течение сезона. Но опять же, Виктор Анатольевич, я вам повторюсь, моя рекомендация даже и предложение, давайте все-таки вы поговорите с своим собственниками, давайте мы поменяем стояк, хотя бы начнем эту работу. Стоякам в этом доме более 20 лет. Они зашлакованы и требуют замены. Менять за свой счет Виктор Анатольевич давно согласен. Управляющая компания готова помочь в оповещении всех жителей. На замену стояков с каждой квартиры потребуется в пределах 7 тысяч рублей. Вот теперь давайте мы с вами ругаться не будем, а проведем действительно реально ремонтные работы и забудем и об обидах, которые мы друг другу, скажем так... Но здоровье-то вы нам хорошо. Ну здоровье, я вам лично здоровье не вредил никакого. Но я не знаю, кто он, я просто говорю. Я бы рад был, чтобы... И хотелось бы, да, чтобы мы с вами просто жили, да, в мирных таких условиях. Как говорится, лучше плохой мир, чем хорошая война. Людмила Войтович, Виктор Марченко, Дмитрий Бочаров, Александр Кобзарев. Область новостей.